всем привет ребят вы сейчас слышите работает горелка убрали карбюратора я привез резчика с самого утра зашли в сарай я вчера вам поздно прям поздно наверно в 11 часов снимал ролик у свиноматки у скумбрии было все в порядке поросятки все ровненькие кругленькие зашли уже вместе с резчиком сюда загонщика у нее лежит готовы еще один поросенок и это рыжая свинка в пятнышко ребят я вообще в шоке я я не знаю что это придурочная с ними делает я не могу у меня нету к ней других выражений вот лежит та свинка которая единственная рыжая все в общем я не знаю что нас не сделала у нее в прошлом опоросе она твоим поросятам сломала ноги как она это сделала я не знаю вы видели она на меня кидается у меня на самом деле я думал мне казалось что она нормальная свинка потом так подумать а прошлого поросит 2 у нее было с переломанными ногами при том что она кидалась на меня в первый опоросе она 2 поросенка задавила вообще то есть она весилась но то есть кидалась на меня наступила раздавила поросят и сейчас вот одного вьетнам чека и одного это прям большой чуть ли не 5 килограммовый уже поросенок что ему можно было сделать я не знаю в общем пойдет скумбрия за карбюратором понимаете карбюратора только что убрали вон ребята занимаются скумбрию стал не буду и оставлять потому что говорит что хорошая свиноматка в то время когда у нее в каждом опоросе кидается на меня кидается на поросят не может не встать не все и вот когда я прихожу на прям золотая мамаша да ну вот так есть там еще беленькая свинка и на этом да вот первое и все вот она когда встает вот единственная проблема она когда встает она вот так ногами машет у так прям и скорее всего вот этой ногой поросенок получил по голове и все сколько тому поросенку надо от этой тумбочки так что вот такие вот дела пацаны вон работают смолят я не буду вам это сейчас показывать и еще я думаю что может эту придурочную беспокоит этот ас так как место карбюратора освободилась то сейчас я перегоню прям сразу асов загончик карбюратора чтобы он был подальше от нее и не трепал не мне нервы не ей потому что это ненормально выходе а у него в загончике как раз по убираю вот так давай здесь чисто выходе выходе этот еще бодибилдер все все давай мне кажется так будет лучше он будет как бы и до той свинки не достанет и до этой давай назад давай назад давай заходи заходи давай ага не твой закон да сюда уже все ты тут живешь в а там по убираем побелим и будет стоять сухой готовый загончик да красавчик вот что она ему сделала я не понимаю что происходит ночью вот прошлый раз пришел точно такая ситуация и сейчас опять точно такая же ситуация вьетнамский лежал вот там большой держал вот там возле корыта чё ты делаешь чудовище и притом это же не маленький поросенок это по пол кабана по другому не скажешь то есть это прям ну 5 килограмм в них точно есть уже наверное по 5 килограмм там большие я не представляю получается осталось 10 поросят было 12 осталось 10 и двоих не наступило ничего что она им сделала и опять вот сейчас буду у нее убирать сейчас восьмой час он перемесила как я и говорил то есть сходила под себя перемесила все лапами справилась будем смотреть как будут себя вести джессика и глория это две свинки от чернушки у меня прям большая на них надежда надеюсь что надеюсь что они будут хорошими мамками а там а там если будем смотреть понятия не имею как оно все будет так вон опять вьетнамчик останется сейчас без соска потому что сейчас белая свинка заберет это белый кабанчик это его сосок вот а там где то снизу где снизу там это вот здесь вот вон твой сосок вот тут вот нашел нашел думаю нашел они становятся не 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 то не твой вот твой вот бери нашел вот где сосок вот он так куда ж ты лезешь тоже беленького кабанчика не твой вот 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 бери взял вот безмозглые не берет ну пупсик залазь туда глубже под этой тумбой не вместишься вот на самом деле прям большие большие поросята прям крупные как можно такому поросенку что-то сделать давай тут пошел они не голодные вьетнамцам чересчур много молока в сосках сосках вот бери во давай чуть ниже бери ну вот жестить к но есть мозги у этого маленького иди они не голодные вьетнамцы хотят кушать через раз и потому что толстые нет он прям пристал к тому соску я не знаю по какой причине у вьетнамчиков нет мозгов не хотят они пить из одного соска к 1 вьетнамец ушел последний сосок сейчас не хочет странные ребятни он сейчас лезет туда вниз а сейчас давай вот она вот о нашел все теперь схватил во схватил схватил как-то подвиньтесь чуть-чуть туда боком ну куда лезешь вот же сиська вот все 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 пока порося там будет месяц останется один до скумбрия бардак страшный буквально ночь прошла что ты месяц что что ты месяц все все осваивайся и не трепай никому нервы надо его кастрировать пока так а 0 а у у вот так кто живет рядом здесь с Морозовкой и хотите купить мясо или сало приезжайте буду очень рад вам отвесить чего бы то ни было ну и напоследок вот смотрите за ночь все скушали вот как раз на переднем плане стоит кабанчик который покастрированный у него там где были семенники отечность теперь ну и теперь я уже за это могу не переживать оно начнет потихоньку отечность уходить и рано начнет затягиваться вот так жду сегодня покупателей к обеду вот такие новости вроде и хорошая новость что убрал карбюратор потому что давно собирался и одновременно смотрите чередуется хорошая плохая вот что случилось со свинкой что она ей сделала ума не приложу да да хлопцы девчатки все равно в этом плане мне с вьетнамчиками попроще потому что вьетнамские мамульки они ну они небольшие и вот таких прям непонятных вот ситуаций то есть когда ты видишь что там у вьетнамской свинки поросенок там или чахнинг или чем-то заболел или чем-то заболел или еще что-то то тогда понятно но когда тут ты вечером уходишь и все нормально утром приходишь лежит готовый поросенок это конечно немножко прям выбивает из колеи я прям понятия не имею что происходит и просто вот анализируя все три опороса которые у нее были я понимаю что каждый раз в опоросе она очень сложная свинка то есть я себя уговариваю в обратном что ой она такая хорошая мамулька но хорошая мамулька так себя не ведет не кидается ни на хозяина ни на поросят не вскакивает по 80 раз во время опороса и она не убивает поросят уже недельных и старше когда они прям большие да ребятушки кому вас продавать вы такие все красивые кому все раз насыплем покушать а как всегда и пусть занимаются нате ребятушки нате 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 слушаем все всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока натех